Здравствуйте, друзья! Функция MoveTime, либо MoveTimeC, позволяет двигать персонажа на определенную скорость за определенное время к точке. Давайте посмотрим, как это работает. Итак, у нас есть персонаж Idle, и вот так вот, MoveTime, и обратите внимание, 4 команды, но, как всегда, принцип 1 тоже. Это 2 одинаковые, и это 2 одинаковые. Зачем это 4? Потому что либо Point, либо позиция. Это готовые записи, чтобы больше не программировать. Я сделал это один раз для вас и для себя, и чтобы больше не ломать голову, что здесь записываю. Сразу выбрал, так удобнее. Будем проверять все равно все 4, чтобы проверять, правильно ли вызывается у нас сниппет. Итак, первая точка. То есть, смотрите, мы указываем направление, куда двигаться, и время, время, за которое двигаемся. Итак, точка. Ну, не знаю, точка 300-300 пусть будет. Это вот так вот. Конечно, точка редкая, когда используется. Лучше Get Position, потому что чаще всего это движение за мышкой. Но мы это проверим через минуту. Это скорость, единичка. Вот так вот. Видите, мы не увидели результата, потому что это произошло мгновенно, но со скоростью 1. Но вот сейчас уже это дело более видно. Давайте по 200 сделаем, чтобы на сцене персонаж оставался. Вот так вот. И скорость, например, вот 15. Там вы уже увидели. Видите, как плавно подлетает. То есть, за это время выполняется. Здесь идет замедление такое. Итак, отлично. Эта команда отрабатывает. И проверяем MoveTimeC. Мне все-таки нужно вызвать ее заново, хотя можно было бы просто дописать. Тем не менее, на всякий случай вызову ее заново. MoveTimeC.Point. И то же самое. 200-200, скорость 15. Все четко. То есть, сейчас центр объекта пришел вот в эту точку. В точку 200-200. Вот скорость движения была вот такой. Ну, задержка, можно так сказать. Итак, проверяем два других типа команды, когда мы здесь указан позицию. Сейчас мы будем двигаться за курсором мышки. Итак, MoveTime. Обычно MoveTime. И пока только позиция. Позиция. И указываю мышку. Вот так вот. MouseGetPosition. Скорость 15. 15 меня устраивало. Напомню, что Mouse – это переменная, которую мы создали. Горячий клавишок 3 вызывает в библиотеку код. И здесь метод. Вот. MouseControl. То есть, мы вызвали эту строку себе. Теперь к мышке можем обращаться. Итак. Проверяем, как работает. Видите? Перединул мышкой, и персонаж подбежал сюда. Это очень хорошая команда, например, при движении камеры. Некрасиво, когда камера двигается за персонажем сразу. То есть, это действительно некрасиво. Хочется некую вот задержечку сделать. Вот эта задержка как раз и получается с помощью этой команды. Когда камеры немножко подлетают. Особенно в физике, когда персонаж прыгает. Если бы камера прям двигалась с персонажем шаг-шаг, была бы полнейшая тряска. А так она замедляется и, по сути, в противофазе двигается. И очень красиво. Пока там персонаж допрыгает, камера медленно подлетает, например. Супер. Здесь все работает. И проверяем четвертую команду. MoveTime. C. То же самое. И Position. Вот так вот. Также указываем Mouse. MouseGetPosition. И Скорость 15. Теперь центр объекта подлетит к курсору мышки. Как видите, все прекрасно работает. Ну что, друзья, спасибо за внимание. На этом я завершаю этот видеоурок. С вами был Александр Птичкин. Основатель образовательного портала MultiRocket.ru и разработчик игрового движка CoinJets. До встречи в новых видеоуроках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok